Продукт горчицы в связи с тем, что на экспорт выводится меньше, он ограниченный. И у нас всего в области два завода, которые перерабатывают горчицу. А горчица такая культура, что длительного хранения, как пшеница, она не выдерна. Повышается кислотно. Так что при перенасыщении рынка цены падают. Если в начале уборки она была 43-45, к концу уборки она стала 36. Если сравнивать горчицу с подсолнечником, потому что в нашей зоне подсолнечник менее урожайный, чем горчица, то по этому году упали незначительно. Очень капризные культуры. И при определенных погодных условиях можно вообще ничего не получить. Потому что если пройдет сильный дождь с ветром, и вы вовремя не уберете, она вот за два дня у вас осыпется полностью. Так что рентабельность культуры зависит от погодных условий и от наличия вредителей. Потому что те ядохимикаты, перитроиды и фосфорорганика, более дешевые, уже не берут и выработалась резистентность на вредения. А идут более современные и более дорогие препараты. Так что при наличии большого объема вредителей или неблагоприятных погодных условиях, можно получить прибыль, а можно и остаться без нее. Очень быстро. Затраты возрастают в связи с тем, что составляющие себестоимости, это ядохимикаты, горючий запчател, они подрастают. Вне зависимости от цены на горчицу. У нас 60% посевной площади это озимая пшеница. Из них 40% по непаровым предшественникам. 20-25% максимум горчица. И 20-25% или 30% это ноль. Три культуры. Я считаю, что для нашей зоны, для наших почв, это самый рентабельный северный город.